Итак, сонастраиваемся с собой. И сегодня мы будем говорить о дружбе. Да, именно о ней. Вообще, нужна ли нам дружба? И что она в нашем понимании значит? Скорее присоединяйтесь, и тему эфира я постараюсь закрепить. Пишу дружба, друзья. Именно она. Скажите, а вам ценно? У вас есть друзья? Поскольку прокачанная анахата чакра, сердечный центр, на уровне стихии земля является дружба и отношения в коллективе. Я сегодня вам расскажу, почему для меня дружба с некоторых пор не актуальна. И буду ждать ваших комментариев. Окей, что такое дружба? Это обмен энергиями. Это обмен энергиями. Окей, соответственно, можно дружить на семи уровнях, по семи чакрам. Я вам расскажу, как я дружила в детстве и почему для меня с некоторых пор дружба перестала существовать. Когда в моем классе были замечательные девочки, которым нужен был ментор и помощник, то я лицезрее этих девчат думала, господи, как мне хочется им помогать. И, соответственно, создавала им пространство, которое бы их мотивировало на личностный рост. Например, у кого-то были двойки по математике, у кого-то по физкультуре, у кого-то по алгебре, у кого-то по русскому языку. Я видела, что эти девочки, друзья, мальчики, те же самые шахматисты, они страдают, что у них есть какой-то, назовем это, блок, слив энергии по какой-то чакре. И я их в детстве старалась диагностировать. Тогда раньше я еще не делала чакра-тест и просто общалась, погружалась в среду своего так называемого друга, выявляла, в чем его причина, и в этой причине его усиливала. Например, у кого-то, допустим, погибли родители. У меня очень много таких историй, какие-то, на первый взгляд, трагические, моих детей, моих друзей с детства, которым я помогала. Но что я хочу сказать, что в своей вот такой, так называемой, дружбе в кавычках, я была настолько эффективна, что в какой-то момент я понимала, что, окей, я вкладываюсь в эту дружбу, я выполняю определенную миссию, я делаю человека счастливее, но на то, чтобы поддерживать эту дружбу в течение жизни, у меня не хватает энергии. То есть у меня хватает энергии только довести своего ученика до результата. И многие мои друзья, так называемые детства, на меня обижались. Почему я, например, не поддерживаю их дружбу на протяжении лет, не путешествую с ними, не хожу на какие-то развлечения, что-то еще. Но на самом деле, что со мной произошло? Ввиду того, что я с детства к дружбе относилась настолько высокоэффективно, настолько ответственно, я понимала, что если я друг, и моему, соответственно, назовем его классмейт, когда я была маленькой, это был классмейт, ученик, ему нужна поддержка, я вкладывалась просто вообще всей своей энергией и создавала ему практики по пяти первоэлементам. Какие именно? Допустим, мой классмейт, моя подруга испытывает кризис, у нее погибли родители, и ей сейчас не до учебы, у нее просто депрессия. Что я ей давала? Философию. И рассказывала о том, что родители на самом деле, то, что ушли, в этом нет трагедии. Они тебе все передали, что могли передать, они дали тебе жизнь, они дали тебе вот такое вот чудесное начало, ты обладаешь божественным телом, ты ходишь в школу, у тебя все есть. Итак, то, что родители ушли, это хорошо. Дальше, на уровне действий я начинала ее развлекать, играть в скакалки, ходить с ней в какие-то походы, то есть делать какую-то с ней активность, чтобы она вышла из состояния депрессии. На уровне огня я понимала, какие у нее хобби и увлечения, и начинала их развивать. На уровне земли создавала ей экологичное расписание, то есть пробуждала ее рано утром, звонила ей в 6 утра и говорила, Яна, Яна, ты проснулась, в солнце встает, давай, вставай, пойдем делать уроки, хочешь, я приду к тебе и приготовлю завтрак. На что она говорила, да, хорошо, вот я с бабушкой и с дедушкой, приходи. Я приходила к ней домой и дальше строила ей тайм-менеджмент. Это стихия металла. И таким образом, друзья мои, вся моя дружба с моими классмейт, с моими учениками становилась настолько эффективной, что жизнь их стремительно менялась. И затем я, приводя их к результату, мне становилось дальше неинтересно. Мне нужен был следующий ученик, следующий ученик, все время кого-то поддерживать, спасать, мотивировать. И вот так складывалось мое детство. Расскажу вам следующий этап. Когда я уже стала постарше, где-то в возрасте нейджерства, я уже поняла, что я переросла в свою школу, я уже помогла всем ученикам своего класса, и мне надо больше, я выросла. И следующий мой шаг, это была, конечно же, трансформация относительно переезда в столицу. Решение ниже следующее. Все, я больше не могу жить в своем городе, мне нужен не только областной город, а я хочу жить в столице. И тут я подумала, окей, но даже здесь я нашла ученицу, которая мечтает о том же самом. Итак, я нашла ученицу, которая, она была моей так называемой а-ля подругой, а-ля подругой. Она говорила, Катя, ты знаешь, вот у меня депрессия, мои родители подарили мне все. Все, обучение, они тратят на меня много денег, я могу себе позволить все. Но ты знаешь, мне не цитинуло, мне скучно жить, развлекай меня. И я ей говорю, слушай, а давай я тебе расскажу историю о том, как можно жить в столице, и как можно себя реализовать. Поехали со мной. Она сказала, Катя, слушай, ты такой классный мотиватор, что ты за это хочешь? Я говорю, ты знаешь, я хочу, чтобы ты купила мне билет на самолет. И тогда она купила мне билет на самолет, а я ей пообещала дружбу. Я говорю, ты знаешь, я буду тебя поддерживать, ты такая трусишка, но ты не бойся, ты со мной, вместе мы точно устроимся в Москве. И вы знаете, я устроила ее жизнь в Москве замечательно. Помогла ей найти институт, который ей был интересен. Далее, мотивировала ее тоже, занималась ее там и тайм-менеджментом, создавала ей расписание по пяти первоэлементам. И на самом деле у нас жизнь была очень-очень веселая, мы жили в общежитии. Потом мы переехали на съемную роскошную квартиру, потом в съемный загородный дом, потом я и нашла жениха, потом ее поддерживала в этих отношениях. Но вот здесь, друзья, случился кризис. Затем я уже начала профессионально зарабатывать на наставничестве. Раньше это называлось фитнес-инструктор, потом это йога-терапия, это называлось массаж. Дальше, вы знаете, у меня все больше и больше друзей появлялось, которые хотели, чтобы я с ними проводила, это называется, времяпрепровождение. То есть ходила с ними в театры, на спектакли, каким-то образом развлекала их, вы знаете, гадала, таро, руны. У меня, кстати, это все есть вместе, прямо сейчас со мной, всегда, где я путешествую, со мной руны, карты. Окей, я сейчас вам покажу все это. Хозяйство, вот они. Руны всегда со мной. И куда бы я ни пришла, я делаю расклады, делаю расстановки, делаю медитации и так далее, и так далее. Окей, я хочу рассказать, какой же со мной следующий случился трансформационный период относительно дружбы. Вот это моя прекрасная подруга, когда она уже вышла замуж, у нее уже все случилось, все, что она могла, она реализовала. Она меня попросила, друзья мои, знаете что, стать крестной ее родителям. Она мне сказала, Катя, ну я же лучшая твоя подруга, ты всю жизнь меня коучишь, и теперь я хочу, чтобы ты стала вот замечательной крестной для моих родителей, для моих детей. И тут, друзья, я схватилась за голову. Я подумала, о, пресвятая дева, этого еще мне не хватало. И тут я сделала медитацию и поняла, что я могу быть только ментором для ее детей, и для нее я могу быть тоже только ментором. Мне такая дружба больше не нужна, у меня слишком много клиентов. На самом деле, у меня так много клиентов, которые хотят со мной выйти за город, сделать со мной ретрит. Вот давайте я сейчас расскажу все семь чакр, все семь сфер, которые я востребована как гуру-специалист, как мастер баланса жизни. На уровне первом, это целительные практики. На уровне втором, это секс-образование, коррекция веса. На третьем уровне, как делать деньги, как строить бизнес. На уровне четвертом, как строить отношения и терапевтировать отношения. На уровне пятом, как реализовать свои собственные таланты, их монетизировать. На уровне шестом, это образование, как зарабатывать на образовании. Это философия, которую я передаю в качестве наставничества, в виде форме наставничества своим ученикам и клиентам. И седьмой уровень, это путешествие и отдых, как сделать свой отдых экологичным. И представьте сейчас такую ситуацию, друзья, когда вы 24 часа коучите, являетесь ментором, и вы для всех своих учеников являетесь другом. Нужны ли вам еще друзья? Вот у меня вопрос к моим подписчикам. Вообще, вот для чего мне дружба? И тогда я ответила своей дорогой подруге, которая сказала, Катя, теперь я хочу, чтобы ты была крестной матерью моих детей. Я ей сказала, ты знаешь, моя дорогая, я готова быть ментором для твоих детей, но крестной матерью я себя не вижу, потому что я не готова ехать в церковь, что-то там исполнять, какие-то ритуалы, там ходить, я не знаю, с короной, либо держать ребенка, ну то есть для меня это просто чуждо. Я могу быть только ментором. И знаете, что случилось? Угадайте, что случилось в этот момент? У меня, друзья, случился квантовый скачок. А что случилось у моей подруги? Вот как вы думаете, ваши варианты? Вариант один, она приняла мою точку зрения. Второй вариант, она обиделась. И третий вариант, она купила мое менторство. Вот угадайте, что же с ней случилось? Но у меня благодаря вот этой единственной подруге пришло четкое понимание, кто я такая и что для меня экология, экология в отношениях. Что для меня такое дружба? Я поняла, что для меня дружба в классическом варианте, она не существует. Она мне просто не нужна. Это какой-то для меня вампиризм моих друзей, которым все время от меня что-то нужно. И они просят совета, как им стать здоровыми, как им скинуть вес, как им заниматься любовью, как им гармонизировать отношения с мужьями, как им монетизировать их таланты, вообще в чем они талантливы, в чем их судьба, в чем их предназначение, как отдыхать, как экологично наполняться практиками пяти первоэлементов. Представляете? Итак, ваши варианты. Отвечайте скорее, скорее, скорее. Вот вы пишите. Купила. Она купила менторство. Вы знаете, друзья, она не купила мое менторство. Она на меня обиделась. Вы представляете? Она еще на меня обиделась. И вот это, друзья мои, главная философская идея. То есть, если ваши границы не отстроены, если вы не знаете, кто вы, если вы не понимаете свою уникальность, вас будут абьюз. Окружение будет вас пользовать, и вы всегда будете должны этому окружению. Понятно? Вот что значит преображение и квантовый скачок в состояние ума мастера баланса жизни. Вы понимаете меня, что дружба – это вообще абьюз, если там не прописаны границы, если вы не знаете, кто вы и что вы, в чем вы созидательны в этой дружбе? Давайте теперь разберем ваши кейсы. И я вам расскажу относительно вашей ситуации, в чем происходит дисбаланс, либо утечка энергии. Итак, чем же закончилась моя история? Вот вы пишете, окей, подруга обиделась, а вы с ней помирились, спрашиваете вы. Друзья, я с ней не мирилась, и я была так счастлива, что больше она мне никогда не позвонит. И больше у меня не возникнет ситуации, где я буду консультировать бесплатно. Потому что, представляете, на чем строилась наша дружба? Она мне все постоянно звонила и просила о какой-то помощи. И я ей эту помощь оказывала бесплатно. Классная вообще дружба? Вообще классная? И вы знаете, я бы так ее и оказывала, если бы у меня уже просто физически не было времени. То есть я настолько востребована как мастер, как наставник, что у меня больше нет времени на вот такого рода низкочастотную дружбу. Вот и все. Хотите со мной дружить, друзья? А, вы спрашиваете, Катя, она вас простила, вы извинились, либо она вернулась. Друзья, вы знаете, она не вернулась. И таким образом я избавилась от окружения, которое меня не ценит. Люди, которые не принимают мою шкалу ценностей, которые не верят в мои добродетели, которые не верят в меня, которым неинтересна моя философия, они мне в принципе неинтересны. Их больше нет в моем пространстве. И моя подруга – это яркий пример тому. То есть ввиду того, что понятия для меня дружбы не существует, а существует только понятие экологичное отношение в рамках какой-то определенной чакры. И это для меня и есть наставничество и коучинг. Других форм и вариантов для меня не существует. Окей, отвечаю на ваши вопросы дальше. Мария пишет, тоже особо нет друзей, а скорее как-то поддержка, совет с моей стороны. Что значит как-то поддержка? Расскажи, пожалуйста, как ты поддерживаешь своих друзей? Тогда зачем вы вообще их поддерживаете? Давайте разберем эту ситуацию поподробнее. Особо нет друзей, особо нет друзей. Окей, окей. Вот я могу сказать точно, у меня нет друзей, у меня есть только клиенты. И у меня есть бизнес-партнеры. Вообще весь мой бизнес – это семейные отношения. И все мои партнеры – это мои бизнес-партнеры, с которыми я строю бизнес-отношения. Окей? А вот такая подруга, которая мне скажет, Катя, ты можешь быть крестной? Вы знаете, чтобы быть крестной, я должна знать ритуалы, взять ответственность, подписать договор. То есть для меня это настолько ответственность большая, что это бизнес-проект. Просто так быть крестной мне неинтересно. Зачем делать что-то некачественно? Лучше сделать что-то одно, но супер-качественно. Быть мастером баланса жизни. Классно? Друзья, вам это подходит? Если нет, пишите. Пишите свои комментарии, а я читаю ваши вопросы. Так, прекрасная леди, пишите имена. Вы серьезно встретились лично с Байденом? Да, конечно, он сейчас в Майами, он гостит здесь. Конечно, он живет в моем кондо. Кондо – это комьюнити, это район, вот то, где находится ваша локейшн. Я вам говорила, что я живу в кондо, в районе миллионеров. Здесь все супер-успешны. Вы знаете, у меня сосед Билл Гейтс, сосед… Вот если вы откроете список Форбс, всех живущих миллиардеров в Америке, вот они все живут в Майами. Это просто такой район. Здесь это банально, здесь все такие, друзья. Вы такие смешные, как дети малые. Приезжайте в гости, и я вас познакомлю. Хорошо. Дальше. Ваши вопросы, ваши вопросы. Катя, расскажите подробнее про свою подругу. Окей, друзья, поподробнее про подругу. Я хочу сказать, что когда она на меня обиделась, меня сначала это ранило. Я подумала, о боже, одна единственная подруга, и та на меня обиделась. Представляете, и та на меня обиделась. Я полжизни, полжизни ее коучила, а она на меня обиделась. И это первый признак того, что были не отстроены мои границы. Я не знала свои ценности, я ее просто не осознавала. И вы знаете, когда вы не осознаете ценности в себе, вы всегда будете всем должны. Представляете, какая прелесть. Но вот для того, чтобы отстроить границы, у вас должны быть сбалансированы все семь чакр по пяти первоэлементам. Да, именно так. Отлично. Давайте разберем дружбу на уровне первой чакры. Допустим, на уровне первой чакры. Это физика, это физическая активность. У вас есть друзья, с которыми вы дружите по какому-то хобби, связанному со спортом? Вот, допустим, что это для меня? Да, я очень люблю йогу, я всегда делюсь своими практиками. Окей, тогда я делюсь своими практиками как блогер. Зачем мне дарить свои уроки бесплатно какому-то другу, если я могу подарить вам и сделать из этого бизнес-проект блогерство и помогать тысяче? Окей? Для меня вот это дружба на уровне первой чакры. Дружба на уровне второй чакры. Это удовольствие. Жизнь как удовольствие. Для меня, друзья, удовольствие это делать практики в одиночестве. Я обожаю делать медитацию в одиночестве, плавать в одиночестве, вкушать пищу в одиночестве, готовить в одиночестве, слушать музыку, ходить к своим менторам, учителям, наставникам. Все делать в одиночестве. Вот это для меня удовольствие. Соответственно, все, что я делаю не в одиночестве, для меня это менторство, а не дружба. Окей. А для вас? Пишите, пишите свои комментарии, не стесняйтесь. Окей. Мари пишет, у меня есть знакомые, с которыми поддерживается связь на уровне того, что я даю им советы. Смотри, никому не давай свои советы, если тебе за это не платили. Знаешь почему? Вот, например, у меня есть замечательный курс умный детокс, у меня есть замечательный курс про наедение, у меня тысячи-тысячи учеников, которым я познакомила, которым я помогла скинуть сотни килограмм лишнего веса. Но параллельно у меня в инстаграм сотни-сотни комментариев людей, которые говорят ниже следующее, Катя, вам нужно есть котлеты и прибавите 20 килограмм. Вот смотри, вот это для них дружба. То есть они мне, Катя, пишут, Катя, вы анорексичка, вам срочно нужно наесть жир, как мне. Катя, вам нужно поправиться, у вас должно быть больше жира на теле. Катя, мне кажется, что вы анорексичка, потому что у вас жира меньше, чем у меня. И вы знаете, таких советов у меня сотни-сотни тысяч. Вот как, скажите, вы бы пошли на консультацию к этим людям, вы бы стали с ними дружить? То есть вам нужны вообще такие подруги? Вам нужны такие коуч-специалисты, которые раздают вам бесплатные советы? Вот, друзья мои, что такое быть другом и давать бесплатные советы? То есть никогда никому не давайте бесплатных советов. Если кому-то нужен совет, я всегда говорю, друзья, мои любимые, Я прекрасный ментор Балан Семичака, мастер жизни. Пожалуйста, записывайтесь ко мне на индивидуальную консультацию, и ваше преображение начнется через мои советы. Если вам нравится ваш жир, я вас благословляю. Если вы хотите быть стройными, как я, записывайтесь ко мне на консультацию. Но бесплатно советы я не раздаю. Вот и вся моя дружба. Окей, дальше. Окей, мои друзья спрашивают меня советы по здоровью. Ага, отлично. Они спрашивают тебе советы по здоровью. А что ты сама достигла в области здоровья? Какие у тебя у самой результаты? Представь, если ты постоянно болеешь, простываешь, нон-стоп ходишь к докторам, и у тебя друзья спрашивают советы. Скажи мне, пожалуйста, Маша, как быть здоровой? А ты знать не знаешь, ты сама все время болеешь. Соответственно, зачем мне такая подруга, которая все время болеет, и раздает мне советы, как быть больной? Извините, но мне такая дружба точно не подходит. Поэтому прокачай себя, а потом советы свои продавай, как мастер баланса жизни. Хорошо, следующие кейсы. Разбираю, разбираю. И какая? Расскажите о своей дружбе. У меня идеальное здоровье. Отлично. Тогда начни своим друзьям предлагать свои консультации, свое сопровождение относительно того, как быть здоровым. И тогда твоя дружба трансформируется в менторство. И тогда твоя дружба реально будет результативна. То есть не просто раздавать какие-то советы налево-направо, а это изуально будет результативно. Вы пишете, дружба с родителями. Смотрите, но у нас с родителями отношения. То есть я ребенок, а не взрослый. С родителями мы разбирали отношения вчера. Мы здесь разбираем отношения с друзьями. То есть вообще дружба, она актуальна. Вы пишете, друзья меня просят с ними развлекаться. Да, развлекаться. Окей. Что, как вы развлекаетесь? Вы ходите в рестораны. Отлично, вы знаете, я никогда не хожу ни с кем в рестораны. Потому что я сама себе готовлю, а в рестораны хожу только с клиентами. Соответственно, как мне развлекать своих друзей? Если они хотят пойти со мной в ресторан, и там я им расскажу, что есть, что не есть, и буду их развлекать, и буду их чему-то обучать, то для меня это наставничество и менторство. Окей. Вы знаете, для меня просто дружба, это невкусно. Это неинтересно, это слив энергии. Мария пишет, спасибо, Екатерина. И тебе, моя любимая, и тебя я благодарю. Хорошо. Ну что ж, я надеюсь, что относительно дружбы у вас больше нет иллюзий, и вы теперь перешли на уровень, скажем так, на... у вас произошел такой квантовый скачок, когда вы теперь понимаете, что в принципе дружба между друзьями, она по большому счету, ну, не актуальна, не актуальна. Давайте рассмотрим вашу ситуацию, я вам скажу, почему она не актуальна, и как ее можно трансформировать. И таким образом я избавилась от сырства своих друзей, и теперь, друзья, я так счастлива. Теперь весь мой день структурирован, и у меня есть теперь время для себя, на себя заниматься своими личными практиками, своим личным обучением с менторами, и, соответственно, передавать квинтэссенцию своих знаний через менторство, коучинг и наставничество. Да, как быть вкусным другом, вы спрашиваете. На самом деле, быть вкусным другом – это быть успешным человеком. Когда вы реализованы во всех семи сферах жизни, вы автоматически становитесь всем интересны. И здесь вы можете, когда вы всем интересны, вы можете входить в отношения бизнес-партнерства. У меня очень много друзей-партнеров по бизнесу, с которыми я монетизирую различные сферы жизни. Окей, продолжаю отвечать на ваши вопросы. Расскажите, как вы монетизируете дружбу с мужчинами. В зависимости от их талантов. У меня есть мужчины, очень талантливые финансисты, которые делают деньги на сторг-маркет, на ценных бумагах. И я у них тоже с ними совместно инвестирую в их бизнес и делаю бизнес. У меня есть клиенты, мужчины, которые любят развлекаться по ночным клубам. И им скучно это делать в одиночестве. Они говорят, Кать, поехали со мной в ночной клуб. Ты для меня и развлечение, и красивая женщина, и мотиватор, и ты красиво танцуешь. Мне просто нужна женская энергия. Вот в твоем обличье я готов оплатить, сколько стоит твое время. Я ему говорю, слушай, ну возьми мое менторство, и мы будем дружить. Вот вам, пожалуйста, еще один формат взаимодействия с мужчинами. Дальше, 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 дальше. Продолжаем. Добрый вечер, дорогая Екатерина. Здравствуй, моя любимая. Напиши свой вопрос. Ой, я вижу ваши лайки. Вот вы знаете, я сейчас тоже всех вас полюбила. Все, кто со мной в стриме, я всем поставила лайк и таким образом сделала энергомет. Напишите, вам было полезно это видео, раскрыто ли для вас сейчас понятие дружбы, какие вы сделали выводы. Для вас, у вас, у вас есть друзья, вы цените дружбу, почему для вас цена дружба. Напишите мне прямо здесь, в Телеграм, и мы с вами разберем ваши кейсы. Потому что на самом деле вы дружите, потому что у вас, вы отрабатываете свои программы. На самом деле, у вас не отстроены границы, и вы ищете в друге, что он вам закроет какую-то потребность. Да, именно так, ваши страхи, то есть вы отыгрываете свои страхи. Когда у вас нет страха, когда вы целостны, вам не нужна дружба в классическом ее понимании. Понимаете меня, да? Вы автономны, внутри вас все есть, вам не нужна дружба. Но бизнес-партнерство – это интересно. Окей? Да, именно так. Поехали, продолжаем тему дружбы. Ваши вопросы, спешу отвечать. Ваши кейсы. Вот вы пишите, Катя, в группе Телеграм могу ли я вам задать приватный вопрос? Да, конечно. Конечно, в группе Телеграм мы там разбираем конкретно ваши ситуации. Какие конфликты у вас на уровне дружбы случились? Что вам, что вас травмирует? Что вам не дает состояние наполненности? Вот вы пишете. Я нахожусь в ссоре со своей подругой, которая обиделась на меня. А почему обиделась на меня? Почему обиделась она на вас? А вот здесь не вижу окончания сообщения. На самом деле, если подруга на вас обиделась, значит, у вас состояние жертвы. У вас состояние жертвы, и вы таким образом редуцируете эту энергию на своей подруге. Она на вас обижается. А когда вы говорите своей подруге, пожалуйста, проговори, какие у тебя претензии. Давай их разберем. Что является корнем, первопричиной для претензий, которая сейчас сформирована. Но если вы не в состоянии жертвы, на вас никто не обидится. Понимаете, вы просто это отработаете через диалог, через коммуникацию. Окей. Я вижу, что все вопросы у нас. Ага, вот еще вопрос. Да, спасибо, нам стало понятно, что действительно дружба, это не актуально. Вот видите как. Ну что ж, я вас поздравляю с очередным квантовым скачком. И теперь вы из подружек и друзей превратились в мастеров баланса жизни. И теперь вы смело можете делать деньги на своей энергии, на своей дружбе. Как делать деньги на дружбе. Вот это и есть, друзья мои, балансировка анахата чакры. Вот когда чакра сердечная проработана, тогда у вас появляется финансовый инкам. И вы становитесь гуру этой чакры. Вот так. Так устроена вся моя жизнь и реально я от нее кайфую. И мне кажется, она очень-очень созидательна. Потому что я не трачу время впустую, а мне просто интересно жить. И мне интересно делиться теми знаниями и томой энергии, которая идет через меня. Через определенные каноны. Каноны это менторство и коучинг. Итак, подводя итог нашего сегодняшнего эфира, все, кому интересно монетизировать свою дружбу, приглашаю в наставничество и ваше преображение начнется. Подписывайтесь, кстати, на мой чудесный YouTube канал, где я все видео выкладываю бесплатно. И там обучаю всех последователей, как стать мастером баланса жизни. Там весь мой путь, друзья мои, с самого детства по текущий момент. Пока-пока. Всех люблю. Увидимся в телеграм-канале. Удачи. Финиш.